Доброе утречко всем! У нас сегодня среда, 18 октября, Рига, и наконец наступила золотая осень. Почти все деревья, которые должны были быть желтыми, стали такими. Липы и клёны, и в общем все уже желтеют, поэтому очень красиво, хотя солнце... Ну, наверное, нету. Я смотрю сейчас в окошко, как всегда у нас пасмурно. Ну, пока дождя нет, можно пойти прогуляться, посмотреть на все это, пошуршать листиками. В общем, у нас сегодня прогулочка. Первый мой маршрут на почту. Там я плачу коммунальные услуги за квартиру, электричество. Хотя у нас это можно сделать уже в супермаркете Максима на кассе. Ну, вот какая-то привычка дурацкая. Дурацкая, потому что цены поднимаются за вот перевод денег, за эти услуги. Почта брала, не знаю, в самом начале, наверное, 70 центов. Теперь было полтора, а с октября месяца 2,50. То есть, конечно, это способствует тому, чтобы научиться самому переводить все через интернет-банк. И, наверное, к этому мы все придем. Вот так, желтенькое такое все на улице. Шуршу листиками. Обхожу собственный дом за дворки. Вот это то, что видно из окна. Здесь забор, за ним частный детский сад или какая-то частная школа. Поэтому слышны крики детей. У меня уже полторы тысячи шагов. И я продолжаю прогулочку, потому что хочу сегодня, ну, хотя бы 6-7 тысяч нагулять. Вот, иду теперь в следующий у меня пункт, куда надо дойти, это магазин Хумана. Хочу посмотреть, там уже цены просто смешные. Может быть, что-то такое потеплее, какой-то джемпирог. Вокруг меня вот такая красота. На улицах, как всегда, никого. И не спрашивайте, почему. То ли все работают, то ли ленится гулять в такую погоду. А может, у нас просто уже мало людей осталось в Риге. Всегда иду мимо, смотрю на этот домиком такой. Ой, что-то там упало такой. С крыши почти как у замка. Очень интересный. А мы опять шуршим листиками. А это уже улица Агинскална. И, судя по названию, уже понятно, что я где-то в Агинскалских соснах. У нас здесь есть дом. Сейчас покажу его. Переверну. Это этажка. Вот там наверху, довольно плохо, может быть, сейчас уже видно. Но там кирпич более светлый на пятом этаже. И вот это кусок, который более светлый. Там взорвался газ из-за неосторожного обращения. И вырвал весь этот, можно сказать, клок дома. Хорошо, что это именно с угла. И взрыв пошел куда-то в сторону. Поэтому другие квартиры не пострадали. И просто пришлось восстанавливать верхнюю часть. То есть, в общем, где-то даже повезло. Все вроде даже как бы остались живы. Но это еще раз говорит о том, что нужно быть очень и очень внимательными и осторожными с газом. С этой стороны такие хрущевки 50-х годов. А с этой стороны построены новый такой дом под названием Генскалские сосны. Ворона, привет! Что-то ест. Так что соседствуют новые дома. Старенькие. Ну, район очень хороший. Близко совсем от центра. Буквально 10 минут. Здесь теннисные корты. Магазинчики. Здесь живет Катя. Она хумана. Сегодня действительно евро за вещь. И, кстати, приглашаются на работу продавцы. Корточка хорошенькая. Просто потрясное пальто. Очень красивое, длинное. Хорошего качества. Только надо отпарить. Немножко мятая. Глуховидно на темном фоне. Чуть-чуть и раскрешается. Книзу как раз та модель, которая не подходит. И такой романтичный варенничок. Из-за того, что солнышка, как обычно, у нас нету, конечно, виды получаются немножко унылыми. Поэтому, наверное, я вам ставлю фоточки. Какие-то прошлых лет. Мои любимые осенние фотографии немножко. Потому что мне хотелось бы, чтобы осень была такая, как на них. Мои любимые осенние фотографии. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот такое вот пальто было приобретено. Темное, по-моему, или темно-темно-синее, или почти черное. Но это все равно мои цвета. Я их охотно ношу осенью. Вот немножечко как бы раскрешается. Довольно длинные под сапоги. Хороший такой красивый варенничок. Почти стоечка. Два рядопуговиц. Возможно, не модные, но мне понравилось. Я думаю, что будет хорошо под какую-нибудь шляпу носиться. Теперь дело... Все дело в шляпе. Теперь будет. Надо будет где-то что-то красивое подыскать. Может быть, как раз контрастного цвета. Что-то яркое. Красное. В общем, у меня такие осенние мотивы. И еще одна такая из тонкого-тонкого вельвета. Такая по типу мужской рубашки. Сейчас тоже примерю, покажу. Вещь всегда нужная. Рубашечка вот такая. Очень приятная. Очень классная. Я понимаю, почему она осталась до такой цены. Потому что здесь не хватает пары пуговок. Но я уже посмотрела, что на рукавах здесь есть три пуговки. И мне так много не надо. Я хочу загибать рукава, поэтому я оставлю только одну. И две смогу это самое убрать и перешить их сюда, на эту переднюю планочку. А так это просто прелесть. Это какой-то просто тончайший вельвет. Сейчас я посмотрю на бирочку. Что там такое. Но в целом это мой любимый цвет. И в общем-то и размеры, и фасон. Все, что нужно, подошло. Вот такие были у меня всего пару покупочек за евро. Но зато я ими очень довольна. Фирма Бонита. Это мне как-то ни о чем не говорит. Даже вот не видно, что это вельвет. Потому что он настолько тоненький. Из-за этого ощущения какой-то буквально трикотажности. Может быть есть трикотажный вельвет какой-нибудь. Вот такая вот. И цвет очень хороший. У меня уже 4550 шагов. Молодец я. А еще нет и полудня. Время обедать. Продолжение прогулки уже с Машенцией. С ней мне всегда удается примерно 2000 шагов дополнительно находить. Машенция, куда идем? Она все время хочет туда, куда... Куда она когда-то ходила в гости. У нее там был песик знакомый. Песика уже давно, к сожалению, нет. Она еще периодически заворачивает в тот дворик. И стоит около того подъезда. Где жил ее дружок. Так что память у животных очень даже хорошая. День красивый. Желтые листики уже собирают. Но они летят, летят бесконечно. Завтра, если будет солнышко, планируем какую-то поездку. Или в Тухомс, или в Бауск. Машенцией пошли. Не смотри, мы не пойдем в тот дворик. Вот смотрите, как она опирается. Говорит, нет, я хочу в тот дворик. Ну пойдем, муха. Идем. Идем. Не выпирайся. Это просто кажется, что ты бедную собаку тут мучаешь. На самом деле она упрямится. Большая. Все. Идем. Не выпирайся, муха. Муха. Идем. Муха тоже любит пошуршать. С листиками. Муха. 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 Поднимается ветер. Листья все больше и больше слетают с деревьев. Так жаль, но скоро все закончится. Муха. Темнее, все пряно, kontribut да verändert с деревьев. Спасибо.